Ребят, всем привет! Прямое включение с UFC в Лондоне, где карт был собран из всех местных звезд. Яркий новичок Мухаммед Макаев, новая хайп-машина Пэдди Пимблетт, лютый топовый тяж Том Аспинал, который в главном бою противостоял Кёртису Булейцу, еще и Густавсон, Херманссон, Крылов, Оздемир, Крейг, в общем, был просто вечерок безумный. Все поединки вечера без пропусков мы сейчас обсудим, стартуем с главных боев уже по новой традиции, лайк за оперативность, ну и поехали! Стартуем сразу с финального боя, с вишенки на торте уже по новоспеченной традиции, с самого интересного тяжелый вес Кёртис Блэйдс против Тома Аспинелла. Бритва сегодня впервые, впервые в карьере вышел андердогом на бой, непривычно. Нокаут в поединке с Дереком Юисом он уже закрыл двумя победами, убрав Докаса и Розенстрайка. Начал очередной поход за поясом и оставалось пройтись всего лишь только Тома Аспинелла, но было это сделать и не просто. Англичанин страшно ураганил в UFC 5-0, 5 досрочек из последних Орловских спивок Саша Волков. Это было невероятно уверенно и сейчас он тоже буквально в шаге от титульного поединка. И то друзья, все было очень быстро. Первая атака, Тома Аспинелл летит вперед, пробивает парочку ударов. Кёртис его хорошо контрит и отвечает своими. И вот после очередной атаки Том, отступая назад, подворачивает ногу и тут же падает. Ну и в принципе все, очередная травма в главном поединке вечера. Не знаю сколько это будет продолжаться. Артега, Тоблахович с Ракичем. И минуты бой не продлился. Кёртис Блэйдс забирает победу техническим нокаутом, потому что Томас Аспинелл не смог продолжить поединок. Дальше со-главное событие вечера. Продолжаем в обратном порядке. Средний вес Джек Хэрмансон, он же Джокер против новичка UFC Криса Кёртиса. Изначально Джек должен убиться против Дары Натила. Но тот снимается по травме и на замену тут же врывается Крис Кёртис. Чумовой парень заскочил в UFC на коротком уведомлении, убрав нокаутом Фила Хоуса. Дальше умудряется нокаутировать Брэндона Аллена, тоже выходя за две недели. А в последнем поединке 25 июня он не дал себя забороть лютишему джитсеру Родолфу Виере. Сегодня он тоже выходил дней за 10 биться и видно как он горел и был мотивирован. Джек у нас третий год чередует победы и поражения. В феврале он уступает с Рикландо раздельным и честно немного в оборотах он подзбавил. И этот бой был наверное один из самых несобытийных. Кёртис поджимал и постоянно метил левым прямым по корпусу. Джокер одиночно точно и остро его встречал то джебом, то спартой по корпусу. Был он крайне неудобен и Кёртис не знал как к нему поступиться. В концовке второго раунда Джекс сумеет подловить одной из атак и потрясти Кёртиса. Ринница добивать пробьет десяток локтей около сетки, но тот нормально все-таки перекроется. В третьем раунде Кёртис уже откровенно гоняясь за ним и пробивая удары, кое-каким там одиночным шальным попадет и немножко потрясет Джокера, но успеха развить не сумеет и по итогу Джек Хермансон забирает здесь победу решением судей. Ну а мы же переходим к самому, к самому интересному. А перед началом я вам напомню, что 31 июля Аманда Нунц постарается вернуть свой пояс в поединке против Джулианы Пеньи. На то, что победит Аманда коэффициент 1.33. Ну а то, что Пенья снова уберет Львицу, пожалуй, никто не верит и кейф на ее победу 3.45. Кроме девушек Брэндон Морена в бою против Кая Карафранца разыграют временный пояс в мухачах. Морену фаворит за 1.52, Кай Карафранц, который вырубал Коди Гарбанда и победил Аскара Аскарова, помните, Андердог за 2.6. Выбирайте своего победителя и залетайте к моему легальному партнеру Пари. У них полностью обновленный дизайн и он невероятно стилевый, зацените. И там, конечно, есть не только UFC, там и Беллатор, ПФЛ, ЭСЕ, конечно же, бокс, хоккей, футбол, кулачные бои и куда же сегодня Мэй без Киберспорта. По ссылке в описании вы можете поймать еще и фрибет на 1000 рублей для всех своих и если она у вас зайдет, чистый выигрыш ваш. Но не забывайте пройти верификацию, это важно. Ссылка в описании, а мы двигаем дальше. В третьем по значимости поединке вечера на UFC в Лондоне вышли опасные ребята из легкого веса, Пэдди Пимблетт против Джордана Левитта. Набирающий популярность семимильными шагами любитель фастфуда, Пэдди вернулся в строй и снова быстро избавился от своих килограммовых щек. Пэдди вернулся в дело, 2-0 у него уже в UFC, 2 досрочных победы, выступает ярко, побеждает хаотично. Не сказать, что на каком-то там прям классе, знаете, но главное зрелищное, его очень тепло воспринимают. Соперник его Джордан Левитт уверен был в своей легкой победе, ну и наверное по праву он это может. В UFC у него 3-1, 2 финиша, очень хорош в борьбе, в бросках, в приемах, а рекорд его в ММА был 9-1. Пэдди начинает уверенно, развивает атаку, но быстро наткнется на клинч и перевод. Там будут долгие гачи-мучи, Пимблетт угрожал удушкой и не один раз, но безуспешно. Левитт успеет подняться и в стойке добыть пару хороших моментов, после снова будет перевод, где Пэдди опять попытает шанс выйти на гильотину, но раунд закончится. Дальше Джордан заберет инициативу в стойке и где-то как-то легко начнет попадать, потом долгий клинч и контроль Левитта. Пимблетт там пробьет колено, заберет спину, закроет удушающий и все, конец. Левитт стучит, а Пэдди, Пимблетт добывает очередную досрочную победу и весь Лондон стоит на ушах. Поздравляем. Продолжаем. Один из интереснейших боев на UFC в Лондоне стал поединок бывшего главного топа весовой Александра Густавсона и неуступчивого Никиты Крылова. У Сани в карьере сейчас прям все очень грустно, проиграв второй раз Джону Джонсу, наладиться он так и не смог. Выступал и в тяжах, проиграл Фабрисио Вердуму, которого даже Олейник разнес. До этого его задушил Энтони Смит и вот было два года простоя. Сейчас он говорит многое изменил, переосмыслил и вернулся в родной дивизион. Никита Крылов тоже последнее время выступает плоховато. После победы над Джонни Уокером он проиграет Анкалаеву и зачем-то испытывал судьбу в гарде против Пола Крейга, где по итогу доигрался и был задушен. Сегодня обоим нужна была кровь из носа победа и вот что с этого получилось. Крылов резко вылетает и первым правым боковым роняет на канвас Александра. Тот поднимается, но Никитоса было уже не остановить. Он зажимает его около сетки и начинает пробивать удар за ударом. Густосан вроде как выживает, разрывает дистанцию, но Никита снова на него наскакивает с коленом. Саня клинчует, но пропускает точный коротенький боковой в бороду. Камнем рухнет и настил, и Крылов его тут же финиширует. Вот это да, я такого боя от Никиты не ожидал. Казалось, Густосан в отличной форме, но Крылов просто про нему проехался. Около минуты продлился поединок и это было невероятно круто. Следом был прикольный женский бой с местной звездой Молли Маккен, которая билась против Ханны Голди. Молли духовитая рубака выступала для родной публики, любит она показать зрелище, рисковать, идти вперед. И в марте этого года выдала лютейший нокаут локтем с разворота. Голди пока в UFC идет 1-2, ее прерогатива это партер, но бороться у него получается не всегда. И вот это вот было безумие. Молли начинает адскую рубку в стойке, летит с атаками, соперница клинчует, отвечает и угрожает борьбой. Разрывая клинч, Голди бросается за переводом, но Молли умело контрит и взрывается с атакой. Правый висок и коронный локоть с разворота, которым она Ханну потрясет, та падает и она ее люто финиширует со спины. Просто вау. Молли Маккен показывает один из лучших боев за сегодня и уже в который раз она добывает победу нокаутом и опять пробив с разворота. Что за машинюга. И закончим с главным кардом поединком Пола. Делай что хочешь, все равно тебя задушу Крейга против Волка, но нет времени, нужно засыпать Оздаймира. Крейг страшнючий человек. Какое-то время назад падающий от удара, от воздуха и отлетавший от каждого в нокаут. Сейчас он идет без поражения и 6 боев в ряд, добывает финиш за финишем, то открутит руку, то ногу задушит. В последнем бою финишировал Крылова, а запомнился многим по финишу над Анкалаевым на последних секундах поединка. Оздаймир никак не мог вернуться на ту полосу, которая привела его к титульнику против Кормье. Иногда решение не в его пользу, а иногда любитель зарубиться улетает сам в нокаут. Но Оздаймир по-прежнему хорош в боксе, каждый его удар может тебя усыпить, а Ахиллесова пята его была по-прежнему, это борьба. И это, друзья, как вы поняли, битва стилей, никак иначе. Волкан вылетел с атакой, пару ударов и Крейг лезет бороться, стягивает его на канвас, но Оздаймиру это не нужно. Он показывает хороший IQ и не спешит атаковать в гарде или лежать, ему это нафиг не надо и он вскакивает. Крейг предпринимал кучу попыток побороться, но Волкан ни разу на это не повелся, даже когда тот делал вид, что потрясен, падал и лежал кверху ногами. Дальше Волкан, боясь борьбы, начнет много пропускать, тупо потому, что думает о переводах и держит руки низко для защиты. Но по-прежнему грамотно не лез бороться и пытался тяжело попасть в стойки. На Крейга немного было противно порой смотреть, при любом сближении он падал и раздвигал ноги, пытаясь бороться. Волкан не лез и говорил вставай, и так было постоянно. К третьему раунду Оздемир был очевидно впереди, у Крейга уже ничего не получалось, он устал, но он делал свою работу, падал на канвас и все. Оздемир оказался умнее прошлых его соперников, он поднимался легко с канваса и отходил на безопасное расстояние. И вот оказывается немного-то и надо, чтобы разобрать Крейга, но отдадим должное, стягивать на канвас он умеет хорошо. По итогу и решениям судей Волкан Оздемир забирает победу и поздравим этого лысенького красаву. А вот дальше уже прилимы и тут мы пойдем по списку в нормальном порядке. Легкий вес, Джей Герберт против Кайла Нельсона. Джей пришел в UFC и едва сразу не ушел обратно. Дважды сходу досрочно проиграет, после выдаст лютый нокаут, вырубив Каму ворти, а потом сразится против Илли Тапури. И да, именно он тогда едва не выключил Тапурию хайкиком, но не успеет добить и отправиться в Вальхалу уже сам. Нельсон и его соперник примерно такой же товарищ, правда еще тот пробит ос. Пришел в UFC, провел 4 боя, 3 раза проиграет, все 3 раза уснет. Стилек такой, да-да, нет-нет, и вот пока что нет, прокатывает у него куда чаще. Не получалось у Герберта поначалу найти свою игру. Нельсон его клинчевал, натыкивал около сетки и где-то сушил бой. Когда понятно, что Герберту нужна была только дистанция. Во втором же раунде он раскроется, начнет пробивать амплитудные лоу-кики раз за разом. В клинче встречать коленями, потрясет, едва не уронит и заставит Кайла спасаться прыгая в ноги. Дальше Нельсон откровенно сдох, пропускал все, что в него летело, отчаянно пытался бороться, но Джей его сконтрит, будет разбивать уже и там. И, наверное, поднявшись в стойку, Герберт мог его и финишировать, но предпочел обниматься в клинче. По итогу, забрав два раунда, Джей Герберт добудет победу и закроет поражение от Илли Тапури. Следом наилегчайший вес Мухаммед Макаев вышел против Чарли Джонсона. Непобежденный проспект из Англии Мухаммед шел блестяще, многие его сравнивали уже с Хабибом и сравнивали его не только по Папахе. Ноль в графе поражений, сильная борьба, зрелищная ударка, базовый каратист с корнями из Дагестана. В марте этого года оформил удушку за минуту над Коди Дерденом, обещал быстро добраться до боя, заработать денег и свернуть карьеру бойца. Противник его Джонсон сегодня дебютировал, но парень не из робкого десятка, сильный финишер, разносторонний. 11 побед в карьере, 7 финишей и он никому никогда не проигрывал досрочно. Мухаммед вылетает сразу первым номером, пробует бить боковые, заходить сериями. Дальше он клинчевал и пытался бороть, но удержать ни секунды Чарли на конвайсе не получалось. Попыток 5-6, было у него воткнуть, но все никак. Дальше Джонсон пошел вперед, но ударить так и не успел, первый перевод блокирует, а потом вторым его Макаев посадит. Там конечно получалось у Мухаммеда только удерживать, Чарли защищался, пытался придумать какой-то прием, но все было тщетно и ничего опасного. Правда и Макаев, так скажем, просто его зажимал. В третьем раунде Мухаммед только боролся, получится у него зрелищного воткнуть, но не получится удержать. Будет он пробовать бороться все 5 минут и кидаться в ноги, но чего-то опасного совсем не было. Джонсон оказался неплохой в защите и непростой соперник. Но по итогу забрав все 3 раунда, Мухаммед Макаев собирает вторую победу в UFC. Дальше у нас полулегкий вес, бой Маквана Амирхани и Джонатана Пирса. Некогда обладатель быстрейшего нокаута за 8 секунд в дебюте, кое-как сейчас наконец закрыл страшную серию поражений, задушив дикого борцуху Майка Гранди анакондой. Соперник его конечно за 8 секунд никого не вырубал, но прагматично выступая раз в год в UFC идет с победами, да было уже 3 подряд. Сильной стороной его была ударка, а в партиере он такой середнячок. Макван Дига стартует сразу с колена, потом перевод, Пирс начнет ему ссувать десяток локтей по голове. Но тот своего добьется и опрокинет его на канвас, там будет пытаться выйти на анаконду, закрыть ручной треугольник, но через 3 минуты выдохнется. Да еще и сечка откроется на голове от локтей и все, добрый вечер. На второй раунд Амерханий выйдет просто выживать в стойке, еле двигался, Пирса пробьет ему то одну серию, то вторую, после сделает и перевод и начнет насыпать град локтей до таких, что судья кричал, активная защита, но Макван уже его не слышал. Крутая победа Джонатана Пирса, поздравляем, нокаут есть, нокаут. В следующем бою два финишера из легчайшего, Натаниэль Вуд и Чарльза Росса вышли закрывать свои поражения. Оба классные ребята, Вуд и борется и страшно бьет для легчайшего веса, много у него нокаутов. Росса сильный джинсер, если дело касается канваса, то пиши пропало. Но вот особо не везло Чарли в последнее время, а Вуд вообще возвращается после простоя в 2 года. И насколько же ребят был здесь, разный уровень в стойке вы не представляете. Вуд конечно не обострял, но любая его серия потрясала Россу, тот выживал и на характере пытался отвечать. Но никак, голова качалась в разные стороны, более того, лоу-кики Вуда дико высекали ноги с первого попадания и Росса тут же падал. Правда он все мужественно перетерпит и в конце умудрится воткнуть, выйти на удушку и едва не камбэкнуться, но времени задушить у него не хватит. Дальше в стойке было настоящее избиение, Росса стал неваляшкой, он тупадал пытаясь сделать перевод и проваливался, а то падал от лоу-киков, а то Вуд ему делал подсечки. В третьем раунде Росса показал настоящий характер спартанца, все болело, особенно ноги, но он шел вперед и старался отвечать. Как получалось, но все же старался, пытался даже бороться, выйти на удушку, но Вуд сегодня был хорош. Три раунда в кармане и победа уходит на Таниэлю Вуду, красавец, хорошее возвращение. И закрывает у нас сегодня выпуск виртуозный ударник Марк Диакисе против Дамира Хадзевича. Когда-то Марка рассматривали как молодого Сильву или Адесанию и действительно в UFC он ворвался очень здорово. Потом правда напроигрывал, кое-как вернулся с победами, но потом снова сначала его разобьет Рафаэль Физиев, а потом и Рафаэль Алвес. Кое-кое-как ударник, подключивший борьбу, смог вернуться к победам, залежав Славика Борщева, помните? Хадзевич, его соперник, такой середняк, ударник, может хорошо помахаться в стойке, но обычно добираясь до ребят из околотоповой пятнашки, всем уступает. И с первых секунд базовый кикбоксер Диакисе решает бороться, он без проблем сделает перевод и будет лежать сверху, изредка ковыряя руками. Сразу вспоминается фраза Нейта Диза, а ты у нас теперь борец. И что вы думаете, он будет бороться все три раунда в одной паре, ему это давалось легко, бой он забирал. Публика, конечно, гудела и мы с подписатой в телеграме в лайве тоже засыпали от скуки, а я надеялся только на это. Но увы, бой завершится так же скучно и победа уйдет Марку Диакисе. Всем, друзья, спасибо, если понравился мой обзор, не жалейте лайка и пишите, как вам бои в целом. Что дальше для Макаева, Пимблита, Крылова, ребят из главного боя? Много чего можно обсудить, а вчера был еще и Беллатор. Тоже обзорчик на канале, зацените и будем готовиться к номерному ивенту на следующей неделе. Все, братва, буду заканчивать. Хорошего вам воскресенья и надолго не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok